Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике будет очень много обновлений для стоковых приложений. И, грубо говоря, мы этими действиями свое устройство можем уже готовить потихоньку к выходу будущей MIUI 15. Все обновления для глобальной прошивки, с локализацией, и потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Первым подопытным смартфоном у нас будет Xiaomi 13T. Я часть каких-то приложений покажу на его примере, а какую-то часть покажу на примере Poco F5. Ну и, наверное, самая такая свежая актуальность, с чего хотелось бы начать, это обновленная версия рабочего стола, которая подходит на многие смартфоны Xiaomi под управлением 13-го Android. Ну и там, может быть, еще 12-го, но опять же, там нужно всю эту историю тестировать. И самого ключевого, это, конечно же, улучшение оптимизации, это улучшение быстродействия смартфона и добавление таких фишек, как поиск на рабочем столе. Но вот есть какой прикол, на этом устройстве изначально поиск у меня проявился, и даже с помощью SetEdit я прописал необходимые команды, которые вас, кстати, в описании под этим видеороликом будут ожидать, и оно почему-то дальше не хотело активироваться. Видимо, нужно, как обычно, все очищать, ну и так далее, но в целом хочу отметить работу данной версии рабочего стола. Все открывается довольно шустро, довольно быстро, и действительно, это очень интересное обновление. Кстати говоря, после установки этой версии у меня появилось размытие в папках. Да, вот такая интересная тема, которую можно получить на свое устройство. Ну, а в плане поиска, это также интересная штука, которая, вот как говорят, по умолчанию будет из MIUI 15. Ну, а там как бы уже, что будет, то будет, потому что у них до релиза может поменяться все что угодно. Еще также хотел бы сделать небольшой акцент на том, что у нас рабочий стол теперь называется как системная оболочка. Разработчики ее переименовали, и вот у нас самая актуальная версия, которая есть на сегодняшний день. Ну, а теперь у нас в кадре появляется Poco F5. К сожалению, на Pocophone прям супер там свежих, актуальных обновлений не выходит. Но также, если вам интересен будет обновленный Poco Launcher, который недавно относительно выпустили разработчики, также в описании вы сможете найти всю эту историю. Я на Poco Launcher особо акцентировать свое внимание не буду, потому что по факту там ничего сверх нового такого у нас не добавляется. Чего не скажешь о приложении Галереи и про редактор в Галереи. Что хотелось бы тут отметить? Во-первых, когда мы открываем саму Галерею, мы с вами тут наблюдаем перемещение всей объекта и камеры в данный раздел. Да, это вот такая вот новинка, которая, ну скажем так, с последнего времени начала появляться в новых версиях Галереи. Почему это было сделано, непонятно, но возможно для некого такого удобства. Ну а если вы любите редактировать фотографии, то у меня также для вас есть хорошие новости. Еще одна интересная тема связана с редактором фотографий. Допустим, вы любите там всевозможное редактирование и улучшение. И благодаря свежему обновлению для редактора фотографий, вы можете получить прям большое количество интересных фишек, которые касаются как улучшения фотографий, так и искусственного интеллекта. Все это добро очень актуально на многих смартфонах Xiaomi, поэтому рекомендую вам также всю эту историю обновить. И как я сказал в описании, вас будет ожидать ссылка на все сегодняшние файлы, которые можно поставить. И одно из этих приложений это установщик пакетов. И что он собой являет? Он нам видоизменяет окно установки какого-либо приложения. На покафонах оно почему-то не всегда проявляется, но вот по крайней мере, когда я начал устанавливать обновление для проводника, вот такой обновленный вид можно получить после обновления приложения установщик пакетов. Также бытует некое мнение, что видоизменения как раз будет также в MIUI 15. Но поскольку мы с вами заговорили о проводнике, давайте мы как раз в него и перейдем. Хоть у вас Oka, хоть у вас Redmi или Xiaomi, то вы можете обновить дизайн этого приложения. И оно будет куда более, скажем, освеженнее, оно будет куда новее, чем есть у нас на сегодняшний день. По воздуху, да, эти обновления пока что не приходят, но вы можете немножечко опередить всю эту систему историю и уже получить сейчас вот такие редизайны. И кстати, что я еще хотел бы отметить, что данная версия становится поверх текущей. То есть не так, как раньше было, что второй проводник у нас устанавливается, а оно ставится поверх. Что, конечно, есть очень удобным моментом. Конечно, есть еще обновления для приложения тем, для заметок, ну и так далее. И для камер тоже. Но вот, к примеру, на Poco F5 мне получилось заставить работать с этом последней версии камер. Просто выдавало ошибку. Еще из этого списка можно отметить у нас ленту виджетов, которая необходима для рабочего стола, чтобы эта вся история работала. Ну и, конечно же, приложение безопасность, самое актуальное для глобальной прошивки. Кто-то говорит, что обновили ускорение игр, хотя по факту я посмотрел, ничего там не обновилось. Потому не стоит доверять таким сомнительным утверждениям. Нужно прежде проверять и сравнивать с тем, что было ранее, с тем, что есть сейчас. Потому в плане безопасности разработчики, ну, как бы-то, улучшают само приложение, улучшают там его оптимизацию, ну и так далее. Но каких-то сверх кардинальных изменений и возможностей оно не добавляет. Лишь только, скажем так, у нас меняются цифры. Конечно, до этого был такой, ну, редизайн хороший у данного приложения, но почему-то разработчикам оно не понравилось. Ну или же отзывы о нем были не очень, потому они решили вернуться к старой версии. Ну и также, возможно, в будущем они обновленный дизайн таки вернут. Ну и в общем, друзья, это и все стоковые обновления, о которых вам хотелось рассказать. Сегодня, да, их получилась такая большая пачка. И хотел бы отметить, что они все необходимы для полноценной работы вашего устройства. Мелкие редизайны, улучшение системы и быстродействие, там новые фишки, это все прекрасно. По тому же, сегодня скачивайте эти обновления, устанавливайте на свое устройство Xiaomi, ну и, скажем так, подготавливайте его к новой MIUI 15. Если у вас еще остались какие-то вопросы или о чем-то забыл упомянуть, смело пишите об этом в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!